ай-ай так как мы прошли основную сюжетку самое время немного охладиться а зашибись вот куда камеру не поставь везде фризушка конечно мужик веселый cold cold hard холодное холодное сердце отсылка одновременно и к одноименному комиксу и к одноименному мультику очень крутой рекомендую к просмотру и грустный люди заботятся о сострадании вот на чем а с агам но мы поняли кто-то главный мудин что нет людей благодаря не война я согласен Привет. Я сомневаюсь от вашего поддержки. Это хорошо получено. Ты смеешь мир, Феррис. Мы смеем это вместе, да? Продолжение, мистер Бойл. Пресс стоит ждать. Продолжение следует... Я скажу, что в будущем выглядит очень, очень ярко для Gotham. Сейчас, почти вечером. И вы все знаете, что это означает. Давайте начнем эту партию Новый год. Поехали. Погнали на твою... ...билку, Брус? Перг Ova!!! Людям пингвин. И как мне странно, тут не кажется, что это лень разработчиков. Ну то, что они не сделали Нового персонажа. и брусь 3 я линяю и пропускаем прямой в голову ладно ладно стою я стою я просто обычный брус они мне альфреда помяли им хана ты видел да альфреда помяли вообще ни стыда ни совести бог с ним с вазой еще бы как-то раз на тебя пещера обвалилась ближайший вход пещерку прикольно что по всему дому есть входы в пещеру ну здесь конечно же разного вида вейны гавейн вейн и так учитывая что сэр гавейн персонаж из вселенной короля артура видимо здесь серга вейн вейн порядок брюса это у нас как джоус дэй уэйн джоус как-то пишется джоу с бай джоус бай странно в общем тут вся родня воиновская и крутая картина видел ее блин фильме с кюсиком и джексоном про комнату убийцу а тут вода выливалась ну и конечно же скорее всего брюса марта хотя слишком одета в старину но ладно привет вик остается с альфредом он знаешь одинокий мужчина ему бы не помешала репортершу так мило она за него но я понимаю что брюс типа секси миллиардер но она не волнуется так мило ключи от города я честно говоря удивлен что они не видим монтировки учитывая что творится в этом городе не волнуйтесь все будет хорошо бэтмен нас всех спасет а ну и вышка да бэтмен нас всех спасет не волнуйтесь на опять же приятные отсылки белый медведь и фигурировал в комиксе и в мульте но так как мы в городе они альфред и брус получают клюв блин брус прям счастливы прям в натяг альфреда конечно перестарались улыбающимся но брус прям как будто ему больно а тут и так понимаю альфред скорее всего возможно люциус ну и маленький выглядит круто ладно вот я хотел сказать не геройствуй чувак который идет одевать костюмы гигантской летучей мыши говорит всем дворецкому не геройствовать чувак да на пару лет моложе и он был бэтменом круче тебя так вот на чем я говорил у меня конечно же ничего нету деканант всех вырубить чтобы вот в годами очень прикольная центрифуга злодеев потому что они все друг друга в какой-то промежуток брали в плен без шуток что в игре что в мульте что в комиксах вот фриз тот же в прошлой части в сети был в плену в этой части он по моему в плен берет кое-кого без спойлеров ну и конечно же до библиотеки главное место занимает ожерелье матери брюса то самое злополучное ожерелье здесь я так предполагаю будут продолжаться родственники война разные украшения которые натолкнули брюса на образ а-ля и тучи и мыши посмотрим что то еще есть из пасхалок отсылок набор а-ля индиана джонс по самой библиотеке мы далеко зайти не можем но опять же почему я считаю что это родня война потому что вот сергавейн опять и здесь опять это газета которую я не могу понять кто на ней изображен ну ладно да пора двигаться я чуть-чуть поменял стиль так как черный здесь не совсем подходит под эту миссию опять же если бы я войн все тот же блин он одет как пилигрим это может быть этот боже мой нет прошу прощения во время салима у него был соломон уэйн по-моему надо будет потом проверить если не забуду я к следующей части видео чек мне ну приятно побегать по дому потому что в доме поэтому я не помню игру в которой выдавали по хате побегать хотя казалось бы да она ребятам все равно никто не поверит что вас миллиардер отметил хотите еще шутку и об этом вам все равно никто не поверит они вино испортили шато бордо какого-нибудь суперского года вы у вас совести нет смешно а у продолжает стебать раз и вообще я пингвина найду я его на зонтик насажу пришли без приглашения испортили мне дворец кого ваза бог с ним сейчас кучу венца у кокошили но это что за не стыда не совести делся плохо помню только только финал но потому что опять же он пересекается с мультом и комикс смешно на часы были бы конечно забавнее время смерти канон все такое ну ладно ладно навлечь тоже не будем так ребята постарались многое вложили на 5 часы были не в погребе часы были бы ущерб мягко сказала расхренать на пол пещеры не устранили ущерб ничего мы бои на потом чек пришлем я спрингусь я взял глимпс о твоем механизме ман эти хулиганы называют его мистер фриз вот ал ал всегда говорит все правильно надень экстремальный костюм пошел для экстремальных условий чувак бегает с замораживающей пушкой хватит мять булки нет он не готов я не могу да давай иди в своем классическом костюме и получи по заднице основной прямо оставлю ее на финал игры пойду в неизменной классики конечно мышка как не так же надо идти они тебе бактером и файл феррис ладно пойдем пойдем скучный на лабу вниз он не мой бактером мэр зоны элабей ребята тренировочного зала а где лифту тренировочного зала и фи тренировочный зал стоп а вон тренировочный зал то есть нас а без гранат или ну ладно нужно было логическое объяснение почему гранат нету в прошлой части то что эта часть же идет раньше вот и получается что ну все весь лимит который нас был мы типа исчерпали но вы не делали вот так не дай бог у меня опять альфреда помните я за альфред и двор стреляю в упор еще лучший персонаж да многие всегда говорят что вот гордон бро и все такое но альфред лучший персонаж вселенной не было человека который бы пережил большее количество невзгод но продолжал помогать мне кажется все остальные подручные во всех фильмах и комикса который таки да мы поможем они в каком-то смысле все вдохновляются альфредом потому что у альфред крут серьезно я столько раз рассказывал что он и бывший спецагент и полевой врач и стратег огонь что типа альфред он если бы был на пару лет моложе собака не опять не вина попортили что с ними не так хватит покрыть мои вина это делался приносит мне боль она вам пряники кто портит мои вина на понятно да это я реально глупо сделаешь по гражданке когда прыгал я пытался кинуть батаранги а их у меня нету потому что у меня нет собой бобли эту альфреда не сигнал не они они сожгли мне вина и недавно сжечь мне альфреда я знаю что он выжить просто на и следующей части до кому он это жаль картину сожгли надеюсь хата была застрахована ну блин у хата же сделан из кирпича сильно помяться не должно еще картины в этом городе даже миллионером блин быть пробить не можешь альфред даже окруженный огнем и психопатами с оружием продолжает затирать там что-то ну да охренеть ими за мужик он им говорит насколько эти книги дорогие нитки бля да врет они же стараются развалится вот что бывает когда интеллектуальный чек сталкивается с быдла он прошел мимо ладно видимо он прошел мимо специально пока я и 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 мужчина конечно то есть обычный мужчина я вас не знаю бэтка чок ни хрена в тебе сил мужик это ведущая не по крайней полоте тоже это так забавно выглядит просто лучше я не могу он и пытается сказать блю свой не готов спорить бэтмен и и и и и и и здесь нам и поступки красавчика здесь нам показывают что брус не любитель болтать брус у нас любитель делать спасибо тебе гражданское лицо спасибо тебе гражданское лицо спасибо тебе гражданское лицо да классный парень то есть она отсюда услышала а вот и будет перемешать что пропустил ау ну что ров штраф перетрем я это вечеринку зашел отморозок фриз просто представитель faberlic нить ему нужно пару минут времени он просто пытается продать ему новую коллекцию чего-нибудь не вставайте мужики 3 собака это как потом это все беру ладно например пом через час плавится не стыда не совести хватит портить то есть хватит портить замок брюса вы не море не в того а эти считаются как тяжелый нормально он спокойно еще и своих не то нажал мой косяк понеслась ребята да как он попал тебе хана все я устал так кто из вас еще не вырублен чтобы я мог его допросить понял серьезно у тебя очень хреновая работа если здесь семья не грози южному годом добрый бэтмен помогает друзьям встретиться где там бэт крыло а вот и она а вот пингвин стилы кончер и вот мистер фриз там вот феррис бэтс это считает что феррис true мужик поэтому откуда он охренел на святого покушается оказалось кажется что все не так как однозначно и жертвы то фрайс неожиданно жертва монстры гигантской пушкой просто не трактим пенгвинс дилер инфо на фризис теген феррис так она ик ну да нам открыт только южный год он честно не помню это станете протесты старников на и к в южном году давайте без понятия нужно это или нет а чё не могу пометить теперь могу вот скорее всего просто мини бои я не думаю что и не что-то больше hello guys серьезная отметили уже вашего лидера в прошлой части что что вам не живется то не живется не живется ну тогда все встретимся в реанимации как говорит бэдман всего четыре легкотня давайте следующий на я вижу пока 3 ведьма 4 будет ну в плане в плане карта решили не заморачиваться и как по мне это правильно потому что опять же это не полная игра это дил си дил си не обязана действовать на рамках той же карты на который была основная игра поэтому у меня здесь претензий к создателям нет в целом ребята создававший оригин после успеха сити справились очень хорошо потому что им нужно было удержать планку не уронить ее и с этим они не справились на мой взгляд ну что будем честны во первых третья часть провалилась от команды который делала первые две что уже плохой звоночек во вторых в наше время просто выходящая игра не факт что выведет а а я извиняюсь если перед этим была успешная часть шансы люди уже ждут ездить шедевр какой-нибудь вот в этом плане оригин пошла хитро есть опять же вещь кто мне не очень нравится но они не чисто оригин овске они как я уже говорил ранее когда бэтмена делают тем еще муднем и он почему-то ругается с альфредом но это опять же было и в фильмах и поэтому так мне поторопиться я помню да 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 но он стоп спасибо гигантская бомба хрен пойми где это не не круто все кончились сонарик смс нет второй раунд захочет пойдем округ даймонд штат массачос ладно ладно все не дуроч снайпер понятно они по умолчанию были там скорее всего остались просто да я здесь делку пусть я понял это не тот сегмент где мне надо было нападать это тот сегмент не на двор тихая всех убивать и возможно не стоит бежать или просто отъехать надо было сначала просто посмотреть не для тебя лысый ну он не лысый но скоро будет лысый так нормально все конечно м А это что, это леденящая? Окей. Я думал, она урон наносит. Ну ладно. Я не это хотел, и не это хотел, и не этого хотел. Ладно, тоже сойдет. Как тут драться-то, я не понял. Тут нет столько места, чтобы я мог спрятаться. Вроде. Да-да-да, год будет удачный. А тебя не смущает, что у тебя бухло замерзло в бокале, оно даже не шевелится. Даже пузырьки не шевелятся, а Освальд. Что ты пьешь? И почему оно желтое? Ладно, все, собрались. Надо пройти. Ты меня отвлекаешь, я с тобой говорю, и все, не забываю. Вернись! Вернись! нет но тряс вышла даже круче чем я планировал мы разбить лед я черт знает он очукуется или нет институт нет 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 не поворачивайся не поворачивайся не поворачивайся спасибо несколько нибудь заморозки недолго ясно надо было вырубать не сработало ладно но я пытался так надо тактикуль тактикульненько с ними разобраться кто отколется 1 нет 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 открепить то что почему он иногда вместо бесшумного становится в позу я не знаю мне это прям четко напрягает я должен сказать символа на река это понятно потому что этого прям перед ним пролетел b ну все ребят мы с вами разобрались интересно это будет считаться конечно же анализ бедного замороженного детектива как удобно криопушка протекла и теперь мы можем отследить его по следу криопушки выйти на след дилера пингвина нью квестинг я думаю мы просто дойдем и все ловить проходить оставим уже на следующий раз он и вижу еще одну замороженную бедолагу кстати но пришел зашибись все в очередь ребята в очередь очередь я сказал в очередь нет без пушек я ударил его в машину что ну давай как видите некоторые уроки преподавал флэш судя по передвижению поэтому и да видимо он уже есть в этой вселенной понятно что трилогия арка майна как бы хотела чтобы у них была своя лига но при этом никак на этом в открытую не афишировала хотя интересно как бы выглядела лига в этом мире конечно можно сказать что вот у нас выходит сосай склад который во вселенной бэтмена я не хочу показаться грубым но я вынужден напомнить что во вселенной бэтмена джекшот был до выхода фильма 130 мы бит с уиллом смитом ибо внешний вид персонажа изменился да и харли квин тоже а именно суть в чем я объясню пока бегу во вселенной бэтмена уже есть харли квин и уже есть дэдшот сосай склад который вышел так как он изначально все это бежали так как он изначально тоже был частью вселенной анонсировался как часть вселенной и до сих пор держит статус что я якобы это все в одной вселенной происходит при этом не объясняю появление бэтмена который инсценировал свою гибель в третьей части ну ладно мы не знаем хронологическое расположение от ряда самоубийц но есть другой нюанс дэдшот там афроамериканец когда здесь он белый на максим латинос харли квин ну допустим она подсела на пряники потому что она выглядит больше чем харли квин из этой трилогии непонятно но посмотрим опять же кажется по персонажам что тот же рыцарь и готэма ближе к этой вселенной чем но нет кстати рыцари готэму тоже не близко ибо там сюжет на сюжет другой совершенно не может быть чтобы они были в одной вселенной и там то хотя бы разработчики доказывают а создатели отряда нет мы в одной вселенной с аркомом но учитывая столь разительные различия даже в аманде вольер я понимаю что на момент создания той игры у них был только концепт аманды но блин они могли бы хотя постараться подобрать схожего актера или сделать актера график и точнее персонажа графикой а актера озвучить но нет они позвали актрису при этом актрису которая ну блин данной ролью просто собаку съела эта актриса спойлер она и в звездных войнах есть и вульферштейн есть и теперь она аманда волерс ну типу она очень яркой внешности и и очень легко узнать но блин почему они везде ее берут хорошая актриса и здесь спорить не буду но типаж везде один и тот же ну опять же посмотрим никогда никогда предвзято не относитесь к какому-либо проекту книги фильму или мультику посмотрите трейлеры если они вам по душе попробуйте проект если кто-то посмотрел можно прислушаться и попробовать проект но если вы понимаете что он не ваш прощайте с ним и выкидываете это на мой взгляд совет такой смотрите опять же на ваше усмотрение я подождусь пусть выйдет отряд я его дашь может поиграем не знаю на один глазком мы будем его играть или прям прохождение но вот это зависит от того кто из нас сможет в кого но пока что я не могу сказать что это игра в одной вселенной то что в мире аркемского батмана была лига справедливости но тем не менее я знаю что было в арком вселенной это ты который смотрел наши видео и большое тебе спасибо что продолжаешь со мной греть вот им в эти холодные холодные времена подписаться стоит лайки комментировать выбираешь только ты сам я лишь попрошу передать привет мессору пока пока